Девочки, всем привет. Приветики. Привет, Маша. Прямое включение из Лос-Анджелеса. Я хотела бы сразу начать выпуск с того, чтобы вы поставили на аватарку то, чтобы вы хотели бы прямо сейчас купить, потратить кучу денег на это. Изи. Уже. Уже. Поставили? Показывать? Раз, два, три. Дом в ЛА. А у вас что? У меня большая квартира. У меня Мерседес. У меня Ламборгиния. Фиолетового цвета. Девочки, вот для Келли остров. Остров. Джеки Неландия. Очень жаль, что не государство. Реально. А что вы делаете для того, чтобы получить свои пожелания? Зарабатываем. Каждый день просыпаетесь. Что вы делаете? Я еще даже не просыпаюсь, потому что я не ложусь спать. Да просто мечтаю, мне кажется. Не знаю, я вот сижу здесь, снимаюсь, работаю. Каждый день. Сразу почему-то хочется вам сказать такой лайфхак и всем зрителям, слушателям. То, что каждый раз, когда вы просыпаетесь, первые 20 минут вы находитесь между сном и реальностью. И получается вот этот промежуток очень важный в первых 20 минутах вашей жизни утром и когда вы ложитесь спать. Поэтому сделайте так, чтобы всегда, когда вы ложились спать, вы не думали о каких-то проблемах и еще о чем-то, а о чем-то очень хорошем, о том, чтобы вы хотели уже, чтобы, допустим, через год это исполнилось, вы купили себе машину, уже квартиру и так далее. По поводу вот этого всего сегодня, что мы будем обсуждать, «Делижная энергия» для меня очень важна, потому что у меня правда очень много было моментов, когда у меня там, допустим, не было столько денег, сколько я хотела, и потом это исполнялось. Так же, как я чудесным образом могла покупать какие-то вещи, которые когда-то не могла себе позволить, но я просто всегда говорю о том, что я богачка, я уже живу в этой реальности, что я сейчас это уже имею. Это очень круто перестроить свой мозг на вот, на то, чтобы уже чувствовать и жить так, как вы хотели бы. Поэтому да. И вот у меня сразу следующий вопрос к вам. Давайте честно признаемся, кто живет в постоянной нехватке финансовых средств. Допустим, «Ой, у меня нету денег», «Ой, мне что-то не приходят проекты». Вот какие-то такие моменты. У кого? Ну, возможно, да, такое есть иногда. Ну, хочется просто намного больше. Ну, у меня максимально редко. Типа, хочется намного больше, чем ты сейчас умеешь. Типа, просто то, что есть ты такой, блин, хочется вот еще миллиард долларов больше. Ну, да. Типа, есть миллиард, хочется еще миллиард. Да. А у тебя, Чан? Ну, у меня, на самом деле, все хорошо. И иногда я сталкиваюсь с такой мыслью, что, блин, мне настолько комфортно жить. И я такая, стоп, комфорт — это всегда вот какой-то ограничитель, и я пытаюсь потратить больше денег, чтобы заработать еще больше. Вот. Но у меня нет такого, что я живу в недостатке. То есть у меня, ну, я правда сейчас зарабатываю на стойку, чтобы мне было максимально комфортно. Я не ограничиваю себя ни в чем, но я понимаю, что мне нужно еще больше, потому что я хочу, ну, там, машину, квартиру, там, самолет, я не знаю. И пытаюсь думать о деньгах, но просто думать о них — это же не так работает. Ты же должен еще что-то делать, чтобы эти деньги появились. Это правда. А у тебя, Ев? Ну, у меня все отлично. Я в ЛА. Да, блин, я просто тоже стараюсь, на самом деле, больше тратить, чтобы мне больше приходило. И я реально, вот, мне дали ламборгини на день, и я думаю, что она моя. Я надеюсь, что мне придут еще больше ламборгини. Если честно, это такая большая тема, я этим занимаюсь год, я проходила много курсов, я изучаю очень много информации по поводу денежной энергии. И первое, что я могу вам сказать, мое сознание — это то, что деньги — это то же самое, как, допустим, ваш молодой человек. Это то же самое, как еда. Это какой-то ресурс, который энергетический, который нам нужен. Но мы иногда к деньгам относимся так, как будто это что-то такое. Знаете, у очень многих людей это триггерит, о, у меня нет денег, у меня нет денег. Но если мы посмотрим, так, я хочу глубинку, и неважно, как я ее получу, она придет ко мне, потому что я пойду в магазин куплю, или мне там парень привезет ее, или друг, или подруга, неважно. Понимаете, нужно проще относиться к деньгам, любить их так, как будто это реально ваш парень. Мне вот всегда вот в отношениях очень легко объяснить, потому что когда ты с тобой рядом человек, которого ты очень любишь и ценишь, то тогда как бы у вас все хорошо, и вы притягиваетесь друг к другу. Так же самое и с деньгами. Иногда, допустим, я помню, как Даша Джекерри говорила о том, что мне не нужны деньги, мне и так, ну, допустим, они не нужны на что-то, но как бы она как будто их боится. Это тоже, ну, очень большой, очень большая установка. И у наших, в нашей голове, у меня, у всех, даже, ну, как бы у очень богатых людей, которых, вы знаете, очень много установок. Мы очень много хотим, но очень мало получаем только из-за того, что, ну, увы, родители, окружающие люди очень много нам дали установок, допустим, ой, здесь сэконом, здесь то, 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 и очень много мнений. Но есть одно, есть вселенная, есть правило вселенной, это просто хотя бы вот кайфовать. Кайфовать в том, что ты уже как будто это имеешь, чтобы у тебя был небеспокойный мозг. Знаете, мозг лобби дорогого отеля, когда ты приходишь, допустим, в метро, и когда вот так вот все, да, ну, кипишуют и много людей, тогда, конечно, ты не успеваешь, это тоже вот ваши мысли, метро. А представляете, ваши мысли – это лобби дорогого отеля, когда вы заходите, и все вот так вот прям тихо, все такие спокойные, никто никуда не спешит, потому что деньги любят вот это вот спокойствие. Посмотрите, все богатые люди, они какие, они спокойные, они не будут вспылять и переживать о том, что, блин, сегодня у меня нету там, пусть, 100 тысяч для того, чтобы заплатить за квартиру. Я, допустим, делаю так, мне нужно, допустим, сейчас 100 тысяч рублей на квартиру. Я не буду переживать, я просто… Они придут. Как придут, я не знаю. Я всегда даю миру очень много вариаций, событий для того, чтобы ко мне притянулись деньги. И знаете, как получается? Получается так, что мне приходят деньги партнерка, еще что-то откуда-то, где я уже забыла, но они откуда-то приходят, и это реально работает, и очень жаль, что многие люди до этого не доходят. Вот, допустим, вот есть цветок, представьте, что вот он такой сейчас, мы его поливаем, и вроде уже мы видим, что он уже расцвел, и мы такие, а, ладно, все, все, это на то, что я способен. И дальше мы не поливаем для того, чтобы выросла вот сзади вас, как целая пальма, понимаете? Мы дальше его не поливаем, потому что мы начинаем из этих установок, типа, нет, нет. Это вот, я вот привык сотни тысяч рублей в месяц зарабатывать или пятьдесят тысяч, все, больше я не смогу. И эти мысли, которые мы не контролируем, но вы можете мысли контролировать, когда вы встаете и думать о том, что вы там имеете миллион рублей, на что вы их потратите, кайфовать, уже их тратить. Это, ну, это правда очень большая тема. Я хочу, чтобы вы, конечно, тоже сказали свое что-то в плане, как вы считаете, как к вам приходят деньги. Бывают у вас какие-то необычные моменты, когда вам совершенно случайно приходят деньги? Когда вы о них думаете? Ко мне случайно приходят деньги, допустим, тогда, когда вот я потратила все, я такая, ой. А я, кажется, потратила все свои деньги, которые у меня были на карте. А там мне нужно реально заплатить за квартиру, заплатить за судьи. Я только думаю, блин, а что делать? Такая, ну ладно, типа, все нормально будет. Я, типа, я не переживаю из-за этого, не кипишую. И проще реально отношусь к этой ситуации. Хоть это может быть какая-то полная жопа, но они потом реально как-то с вами приходят из-за того, что я отпускаю. Типа, я не знаю, у меня так все время, я вообще не кипишу. Вот ты сказала то, что вот ты там потратила деньги, и тебе сейчас нужно заплатить словно за квартиру, и там придут откуда-то деньги из партнерки и еще что-то. Но при этом вот даже если вот взять партнерку, ты же до этого, значит, очень много работала, чтобы к тебе потом, когда-то вот у тебя были бы лишние деньги, которые пришли вот на партнерку. То есть это же не только... Лишние деньги, установка лишних денег. Ладно, хорошо, денег, ладно, не бывает лишних денег, но я к тому, что ты их не ожидаешь. Ты же очень много для этого работала, чтобы потом вот в какой-то день проснуться и так, блин, у меня нет на счету, но у меня есть на партнерке. Ну вот опять же, много работать, много работать это как? Есть люди, которые просто ничего, грубо говоря, ничего делают, они делают, конечно, и они получают деньги. Но они себе придумали такую вот историю в голове, программу, что все легко и свободно, все комфортно, все классно. И тогда к ним приходит эта партнерка, да, они работали до этого, но они настолько спокойно к этому относятся, что к ним приходят вот как будто неоткуда-то. Я, допустим, про свою партнерку просто реально тогда забыла. Короче, это все реально очень мистически в какой-то степени кажется. Блин, можно я расскажу мою фишку такую, значит. Короче, такая фигня, что когда у меня встает вопрос, типа, ну, самое банальное, поехать на эконом-такси, либо поехать на бизнесе. И недавно была такая ситуация, что я такая думаю, а вот хочется мне на бизнесе, поеду-ка я на бизнесе. Хотя, зная, что типа у меня сейчас, ну, как бы чуть-чуть не так все хорошо, и думаю, ну, вот хочется, значит, надо. И я еду на бизнесе, проходит два часа, приходит денежка. Знаешь что, самое главное, когда вы даже, может быть, типа, тратите, как вам кажется, последние деньги, как у нас принято говорить, последние деньги. Ну, ладно, я, ну, они никогда, деньги изобильны. Вот, когда мы тратим на что-то, ну, получаем удовольствие, вам это придет вдвойне, втройне, просто знайте это всегда. И это, опять же, это правда как-то мистически, вроде ты такой, мы всегда привыкли, что нужно очень много работать для того, чтобы получить большую сумму. Нет, можно легко кайфовать, тратить, кайфовать и получать. Знаете, всегда говорю, какие-то вот дурочки глупенькие, а у них всегда есть деньги, потому что они как будто вот живут и кайфуют. Собрались тут. Поэтому давайте позовем эксперта, бизнес-коуч Варвара и эзотерик-психолог Роберт. Я хотела бы вот спросить, сейчас мы все это обсуждали, и это настолько мистически, что я, как такой лютый скептик, хотела бы спросить. Вот мы говорим о деньгах, и на самом деле я, у меня, у самой есть такой опыт, что я думаю о деньгах, и через секунду мне пишут менеджеры, говорят, вот тебе пришла денежка. И я не понимаю, как это работает. И вот даже зрители, которые сидят, слушают нас, они могут думать о деньгах, но очень редко у кого бывает так, что вот они подумали, и к ним через минуту приходят деньги. Как это работает? Расскажите нам. Смотри, на самом деле всё достаточно просто. Наше сознание – это очень мощный инструмент влияния на нашу реальность. То, что ты видишь вокруг себя в своей жизни, это некое отражение твоих внутренних убеждений, твоей веры и так далее. И если внутри тебя есть некая лёгкость относительно денег, то твоё намерение, оно легко избывается. Вот как ты сказал то, что ты подумал, и у тебя реализовалось. Но у большинства людей, к сожалению, с этим всё сложно, потому что очень много ограниченных убеждений, страхов, боли. Это всё очень сильно ограничивает их денежные притоки в их жизнь. Соответственно, деньги не приходят таким людям. Понятное дело, что в молодом возрасте это легче, потому что сознание чище. Но с возрастом сознание загрязняется. Особенно, если человек не занимается собой, не развивается, то есть не работает с психологами, коучами, эзотериками, не проходят какие-то курсы. Потому что курсы сейчас почему модные? Потому что они реально меняют человеческое сознание. Потому что сейчас уже люди поняли, что это очень сильно влияет на сознание людей. Я, например, по себе могу сказать, я сам изначально из простой семьи, но я создал свою жизнь полностью благодаря своим внутренним намерениям, целям, знаниям. Я благодаря этому разбогател и чувствую себя очень хорошо в финансовом вопросе. То же самое. То же самое. Если бы я не узнавала новую информацию, я не знаю, какая бы жизнь у меня была бы сейчас. Раньше у меня как будто получалось зарабатывать деньги, я не знала, как это работает. Но потом, когда я начала понимать, как это работает, я начала получать еще больше, еще кайфовать от этого. Я раньше, представляете, у меня там пост стоил 350 тысяч в Инстаграм. И мне так стыдно было, потому что мне там мама говорит, ну, понимаешь, вот там вот люди работают в магазине и получают 50 тысяч рублей. А ты вот за один пост 350, и у меня чувство вины, понимаете, о том, что как так, как я могу так быстро получить деньги, легко и просто. Ну, а потом, когда начал узнавать, мне стало легче жить, я такая, ну, потому что я так хочу, значит, такое у меня намерение. На самом деле, если у вас есть такая возможность, и как бы пространство дает вам такую возможность, почему бы ей не воспользоваться? Это всего лишь ограничивающее убеждение родителей, потому что они все-таки у нас были немного в другие времена. Сейчас молодежь, она растет в другое время, когда все гораздо проще. Сейчас, благодаря интернету, знаниям, которые сейчас раскрываются, мы гораздо быстрее получаем информацию, гораздо лучше ее схватываем, потому что сейчас молодое поколение, оно гораздо легче ко всему этому относится, потому что поколение чуть старше, оно все-таки немного более напряженное, особенно, например, мои родители, которые поколение за 60+, да, там уже все достаточно сложно, потому что они родились в другое время, когда 50 тысяч рублей были какими-то гигантскими деньгами. Если мы вообще обратимся в маленькие города, там 15 тысяч рублей – это гигантские деньги, поэтому 350 тысяч там вообще в обрыв бы упали люди бы. А почему так происходит? Почему вот там вот до сих пор люди, ну, понятное дело, не все, но вот для них 15 тысяч рублей – это вот прям потолок, и они ничего не делают для того, чтобы зарабатывать 50 тысяч? И таких очень много людей в мире, ну, в России, допустим. И знаешь, я бы еще сказала такую штуку, их много, и они нормально себя ощущают, они счастливы. Как вот они зарабатывают так мало и счастливы? Я не скажу, что они счастливы, они постоянно жалуются на правительство. Вот я бабушке позвоню, она все думает, что правительство все украло. У нее такие установки по поводу денег, что все деньги, они у всех, но только не у нее, только не у ее родных. У меня не будет богатого мужа, знаете почему? Потому что я не из такой семьи. И до сих пор у меня живет эта установка. Блин, вот это ужас. Я бы разделила две темы про то, почему люди не хотят выбираться из такого низкого уровня жизни и достатка, и почему кто-то при малых своих заработках чувствует себя счастливым. Это две разные категории людей. Во-вторых, есть определенные ценности, и для них ценность не в достатке. Ну и вообще, в принципе, на самом деле деньги, они нам для чего? Деньги для того, чтобы мы что-то могли себе позволить и иметь какое-то состояние. Потому что мы же зарабатываем, например, даже кто-то хотел Ламборджини, или у кого-то появилась Ламборджини. Она зачем? Она для того, чтобы кайфануть, почувствовать вот этот руль, скорость, рев мотора. И уже из этого состояния жизнь меняется, ты по-другому себя ощущаешь. Но у многих людей, у них другие ценности. Им достаточно выйти босиком, по траве пройтись. И у них от этого, правда, чувство наполненности. Или просто, не знаю, ребёнка своего обнять и иметь возможность накормить свою семью в том уровне, в котором они сейчас живут, где они сейчас находятся. И это зависит от ценностей, которые вложены в человека с детства. И то же самое про первую категорию людей. Почему, ну, во-первых, почему всё время жалуются, да, там, бабушки и так далее. Мы так устроены, к сожалению, нашему мозгу намного проще критиковать и видеть плохое. Да, фокусироваться на хорошем – это, правда, задача. Это, правда, нужно себя к этому приучать. И действительно, предыдущее поколение, там, наши родители, наши бабушки – это вообще у них очень сложно всё с точки зрения того, что, представьте себе, они родились, и первая часть жизни была – это же поствоенное поколение, да, как бы, ну, вот, слава богу, мы этого ничего не знаем, но просто представьте себе, что это была война, выкосила просто кучу людей, да, и те условия жизни, в которых они росли, и те жизненные принципы, которые были вложены в их голову, они настолько суровые, что нам с вами их иногда не понять. И, например, вот самая классическая установка, да, что богатые люди – они кто? Они воры, они воруют, они деньги украли. Ну, очень частая установка, вот с кем я встречаюсь, да, там, в своём опыте. Но при этом есть ценность, которая пропагандировалась в семье – человек должен быть честным. И у нас что получается? Конфликт, да, потому что, с одной стороны, я должен быть честным, с другой стороны, зарабатывают только, когда воруют. Вот что мне делать? Ничего я не могу никак, да? И вот действительно с этими установками, с вот этими вот ментальными моделями с ними нужно работать в первую очередь. Понятно. Мне стало всё предельно ясно. А вот вы знаете вот эту вот тему, когда там мама, бабушка говорит, что хлеб нельзя выбрасывать. Вот. Я почему-то сразу вспомнила об этом, когда вы сказали. Я тоже про это вспомнила. Ты знаешь, почему? Откуда это вообще идёт? Ну, это типа грех. Когда была война, хлеба не было. И он был очень сэнен. А сейчас, когда мы, взрослые, нам говорят, хлеб выкидывать нельзя, это убеждение того времени нашего. В наше время как бы не надо цепляться за эти убеждения, которые не имеют никакого отношения к современному миру. Или доедать всё на конфликт. А вы выбрасываете хлеб? Представь, если он испортился, что ты его оставишь, конечно, его надо выбросить. Типа вот за завтраком вы не съели там тост? А нет, так пофиг. У меня есть важный вопрос. В чём счастье? Какой интересный вопрос. В деньгах. Нет, почему не в деньгах? На самом деле, счастье – это некое состояние, которое может быть и без денег, и без всего остального. Счастье – это состояние, которое исходит из тебя изнутри. Ты можешь быть счастливой и с деньгами, и с любимым человеком, и в раю в шалаше и так далее. То есть счастье – это некое состояние, которое должно быть с тобой всегда, в любом месте, в любом состоянии, в любой ситуации. Но круто же быть счастливым и богатым одновременно. Мне кажется, это как-то круче. Вот мне всегда говорили, важнее счастье. Я говорю, ребят, важно быть счастливым, но при этом ещё быть здоровым, богатым, успешным, целеустремлённым, уверенным в себе. Это всё как бы совокупность твоей жизни. Нельзя так быть просто счастливым, и всё. Хотя есть люди, кому действительно летают на Бали, и просто счастливы. Хочу сказать, я постоянно летаю на Бали, и я правда чувствую себя там счастливым. За 10 долларов покупаю себе какую-нибудь местную одежду, и хожу счастливым. Да, и реально там денег же много там не надо. Там они вообще не нужны. Но возвращаясь в Москву, я не могу в таком виде выйти на улицу. Ну как-то… Тут другой контекст жизни, да. Правила другие. Понимаете, правила игры, они дают нам некие задачи. Мы обязаны играть по правилам, если мы хотим в этой игре побеждать. Конечно. Ну, а вот что делать? Мы сейчас с вами говорим о деньгах. Это достаточно такая щепетильная тема, в том плане, что нас легко сейчас можно назвать меркантильными. Почему? Потому что… У них жены деньги. Нет, почему? Я не считаю себя меркантильной. Я люблю деньги и считаю, что деньги – залог счастья. Я считаю. Это моё мнение. Но что делать? Как отвечать людям, которые этого не понимают, и они считают, что это меркантильность? Что ты меркантилен? Во-первых, деньги – это не залог счастья. Деньги – это инструмент, который… Для счастья. Для счастья, да. Они могут сделать тебя счастливее. Но сделать тебя счастливой они не могут. Потому что я знаю очень много богатых людей, которые совершенно несчастливы, при том, что у них денег столько, что просто с ума сойти. Вот когда ты с ними разговариваешь, так как я очень много работаю с достаточно богатыми людьми, я с ними прорабатываю и говорю, что тебе конкретно не нравится? Он говорит, я не имею смысла жизни. Я говорю, дорогой, смотри, сколько у тебя возможностей? Ты когда-нибудь плавал с китами? Он говорит, нет. Я говорю, а ты знаешь, это возможно. Знаешь, как круто. Но для этого нужны деньги. То есть это как бы такая вроде как цель. Деньги, они дают возможность познавать этот мир с разных сторон. Но не обязательно, можно и без денег его познавать. То есть, например, можно выйти на улицу во время дождя и радоваться, как ребёнок, когда капает дождь. Да, ну условно. Но, тем не менее, деньги делают, дают нам вкус. И в этом нет никакой меркантильности. Потому что меркантильность – это когда человек себе говорит, что мне деньги не нужны, вот не надо мне говорить эти деньги, вот это вот все вы меркантильные с деньгами. Это убеждение, блюда, говорят. То есть люди, потому что боятся денег, потому что они их не могут заработать и не понимают, как. Потому что с детства вбивается, что все богатые люди злые. Они все их украли. Это классическая ситуация, к сожалению, по поводу денег. И вот у меня ещё есть такой момент. Я вот всегда в последнее время девочкам, да и себе вот стараюсь как-то говорить то, что дорого, оно просто не существует. Нету дорого, нету дёшево. Вы можете что-то об этом рассказать зрителям, нам всем? Почему мы говорим это слово? И почему на самом деле энергетически его лучше не говорить? И в каких ситуациях? Я бы не сказала, что его лучше не говорить. Для меня дорого, недорого – это что? Это наша собственная внутренняя оценка. Причём даже не чья-то внешняя. Это ты сам оцениваешь. Вот, например, вот эта вещь, она стоит там 100 тысяч рублей. И ты понимаешь необходимость свою в ней, что в неё вложено. Почему, например, сейчас в последнее время все говорят про личный бренд, что одного эксперта или одного какого-то дизайнера ты выберешь и заплатишь за эту вещь большие деньги, не знаю, 100 тысяч, а за другого и десятку тебе будет жалко. Потому что там очень много всего, чем ты сам наделяешь эту вещь, либо эту услугу. И этот эквивалент, он внутренний, как бы твой собственный. Вот я понимаю, что я, например, хочу питаться хорошо качественными продуктами. И для меня купить себе какой-то там обед за тысячу рублей – это недорого. А для кого-то, да, он такой, да нет, ты что, там заплатить тысячу рублей за какой-нибудь стейк – это вообще, да, очень дорого. Но это внутреннее твоё разрешение, да, и оценка. А если, допустим, человек тоже хочет так же питаться, как и вы, и он говорит «дорого», и он, по сути, себя ущемляет в этом, правильно? Он хочет тоже питаться хорошо, но говорит «дорого». У него внутренний личностный, как бы, конфликт, да. Я тогда спрашиваю, задаю вопрос «а что ты хочешь?» Он говорит «я хочу так же, как ты». Я говорю «окей, а что для тебя здесь так же?» Это про что, да? То есть очень важно всегда у людей, как бы, выяснять. Вот даже про меркантильность, когда задают вопрос, это на самом деле можно всегда человеку спросить «а почему ты считаешь это, да, что это меркантильно?» «Что для тебя здесь такого?» «Почему тебе это, ну, как бы, так претит?» То же самое, ты хочешь вот так же, да? Что здесь для тебя важного? И если человек отвечает себе на эти вопросы и осознаёт, почему это становится важным, он будет готов потратить эти деньги. Если он говорит просто «нет, это просто дорого», на самом деле он либо не хочет даже этого, либо действительно себе каким-то образом там что-то, да, надумывает. А может быть, он… Очень частая история про меркантильность, сколько вот я взаимодействовала, это что, это действительно запрет себе на заработок, да, или там человек таким образом, ну, закрывается от того, чтобы проработать себя и идти дальше. Здесь то же самое, когда человек говорит там «о, это дорого», да, ещё и с каким-то таким уничижительным, да, ну, окрасом, то, ну, это вопрос к нему, это вопрос «а чего тебе тут не нравится?» Ну, не хочешь – не бери, да, как бы для тебя дорого, окей. Вот у меня просто такая ситуация, да, там иногда происходит в доме с ребятами, когда нужно оплатить за дом, и я говорю, допустим, за месяц вперёд, вам нужно найти такую-то сумму для того, чтобы вы оплатили там за дом и так далее. Что, ну, как бы, проходит месяц, и потом говорит «мы не могли, мы не нашли, нам не пришли проект». Очень много оговорок, но, ну, вот, допустим, за месяц так вот и не было денег. Но ребята живут в комфорте, им всё классно, круто, но ничего не хотят делать для того, чтобы заработать эти деньги. Вот как вот тоже вот вы нам посоветуете, чтобы у нас, ну, у некоторых ребят вот прям перевернулось, и они смогли зарабатывать. Потому что, смотрите, сколько нас людей? 20 человек в команде, из этих 20 человек 10 зарабатывают хорошо. А остальные 10 не могут себе это позволить. Почему так происходит? Хотя все молодцы. Ну, в первую очередь, они себя ограничивают, конечно же, и плюс немножко лентяи, скорее всего. Потому что если человек действительно хочет, он зажигается какой-то идеей, то он начинает зарабатывать. Потому что, в принципе, идея, она приносит себе доход как некое последствие, а не как самоцель. То есть деньги не являются целью. Деньги – это просто эквивалент, который помогает тебе добиваться твоих поставленных целей, идти тебе достигать в этой жизни какого-то результата. Например, вот я вот смотрю на съемочную группу, и она классная. Видно, что все кайфуют от этого процесса, все наслаждаются, все это делают, потому что они это любят. Это видно. И когда люди любят свое дело, то они зарабатывают на своем деле. Потому что, когда ты кайфуешь от того, что ты делаешь, ты от этого начинаешь зарабатывать. Когда ты делаешь свою работу классно, за нее готовы платить. И платить – хорошо. А если человек любит лежать только на диване и ничего не делает, к сожалению, конечно, денег ты не заработаешь. А если вот он делает? Он делает. Он очень много делает. У него все получается. У него там, допустим, растет аудитория. Все. А вот проекты не приходят. Тогда, в первую очередь, это внутренние ограничители в человеке. Потому что, первое, он может бояться денег. Он может их в своей жизни ограничивать. Он может считать, что эти деньги его испортят, сломают и так далее. Потому что мне, например, тоже говорили в детстве, вот будешь много зарабатывать, ты вот станешь плохим человеком. Потому что все богатые люди плохие. И как бы я сломал данную мыслеформу своего окружения насчет этого всего дела. Потому что, опять же, у людей, к сожалению, масса страхов на тему денег. Я создал в свое время денежный курс по мышлению. И когда вот мы получали ответы участников, мы просто удивлялись тому, какие страшные убеждения хранятся у людей. То есть, например, одна девушка вообще написала, что она должна деньги зарабатывать, стирая руки в кровь. Убеждение. Это убеждение меня, конечно, повергло просто в ужас. То есть, это руки стереть в кровь ради того, чтобы заработать. То есть, она считала, настолько она должна трудиться, чтобы зарабатывать. Я когда это увидел, я говорю, так, мне вот этого человека на отдельную беседу. Я с ней побеседую отдельно после этого. Мы с ней побеседовали, начали это все ковырять, и вышли вообще в прошлое воплощение. Где шла эта кармическая ситуация с этим связана. Как только мы это проработали, ситуация резко разошлась. Хотя девчонка, чтобы вы понимали, она всегда занимала классные должности, очень серьезные, руководящие. Но она там пахала просто как лошадь и зарабатывала копейки. Вот что самое смешное. То есть, она говорит, это же невозможно. Я, говорит, работаю, схожу с ума, но не зарабатываю. Это все происходит потому, что человек, ему жгут деньги руки. Так часто бывает. Поэтому человек не зарабатывает их. И это неважно, там, у него супер он знаменит, у него там, не знаю, невероятное количество подписчиков и еще чего-то. Если человек не излучает внутреннее сияние на тему денег, они к нему не придут. Вот и все. Нужно любить их. Я говорю, как парня своего, как своего брата. Не знаю, как себя. Это правда. А Эльза, ты не хочешь ничего добавить? Здравствуйте. Я просто знаю, что мы ходим с ней в магазин. Ой, вот хочет она сырок. Ну, он дорогой. Да я так не говорила, почему вы к этому сыроку. Я говорю, смотрите, какой дешевый сырок. И все. А они так придрались к этой фразе, и мне постоянно припоминают. И еще что-то мне припоминают. Расскажи вообще, какие у тебя установки. Нет, я еще сейчас расскажу ситуацию. Потому что ты, правда, успешный блогер. Какие у тебя могут быть установки? Нет, короче, рассказываю ситуацию. У нас есть мальчик Даня Бум. И он снимал видео на YouTube. И там было задание у него, ну там, купить мне шоколадку. И я знаю, что у него не особо с деньгами. И он говорит, какую тебе шоколадку купить? Эту или эту? Я говорю, ну, выбирай сам. Давай, которую дешевле. Ну да, вот. Я говорю, давай, которую дешевле. И все. Они такие, боже мой, ты сказала дешевле? Нет, не в этом дело. Первое, Бум, он мальчик. И если он предложил что-то купить, не важно, сколько у него денег, ты не должна считать его деньги. Потому что ты его энергетически... Неважно. Да, даже если ты не будешь это говорить, ты ему делаешь, ну, не очень комфортно. Да, просто я знала, что у него в тот момент не очень. И я такая, ну, давай дешевле, чтобы он сэкономил. Не щади мальчика, не щади его. Я бы сказала, бери самую дорогую. Понимаешь, человек, даже которого нету денег, он не должен на тебе экономить. Просто потому что ты сама не должна на себе экономить. Ты должна чувствовать себя офигенной, классной, чтобы, не важно, сколько у людей денег, они все вокруг дарили тебе подарки. Просто потому что он YouTube-видео снимал. И типа мне не нужна была эта шоколада. Типа для видео, типа пофиг, какая шоколада. Ну, короче, все, ладно, забудем эту тему. Я хотела еще сказать то, что год назад, например, я жила в маленьком городе. И вот у меня реально была такая установка, что если я хочу много зарабатывать, то есть я смотрю на родителей, думаю, ой, это значит мне нужно очень много, долго трудиться, чтобы вот по карьерной лестнице, чтобы дойти до этого уровня какого-то. А именно когда я переехала в Москву и начала вот общаться с Машей, она мне начала прорабатывать эти установки. И, например, я год назад никогда бы не подумала, что я буду, например, сейчас столько зарабатывать и, например, жить в таких комфортных, супер-классных условиях. Но сейчас я уверена, что через пару месяцев я вообще буду зарабатывать очень много. Очень прикольный момент. Короче, сидим с вами сейчас, разговариваем о деньгах. И мне приходит смс-очка. Перевод. Спербанк. От Евгения. И я такая просто чайник говорю, как это так возможно вообще? В смысле? То есть вы понимаете? Не, я люблю, когда ты что-то медитируешь или думаешь как-то о деньгах, и они приходят. Это самое прекрасное, что может происходить в плане того, что ты понимаешь, что ты общаешься с чем-то. Что-то есть, что тебя слышит. Вот Маша сказала, что деньги нужно любить как своего парня. И вот честно, я обожаю деньги. Я просто... Сейчас она больше всех обожает. Мне кажется, я правда... Это моя любовь просто, понимаешь? Это реально моя любовь. И я тоже... Я не из богатой семьи вообще, нет. Я помню мою квартиру. Там вот эти... Кислотно-синяя кухня. Вот эти стены. Знаете, краска, которая сейчас вот прям высыпется. И я смотрела на маму, как она работала, как она достигала своих целей. И я поняла, что деньги — это так круто. И я правда настолько люблю деньги, что могу в открытую сказать, даже если кто-то скажет, что я меркантильный, могу в открытую сказать, я обожаю деньги, обожаю их зарабатывать и обожаю делать что-то для... Ну, чтобы деньги были в моей жизни. И мне кажется, когда у тебя в голове есть вот такие вот мысли, такие вот устои, то деньги правда как-то сами приходят. Это вот работает, когда у тебя есть опыт с этим, и ты не можешь объяснить, как это вообще. Вдруг есть какое-то правило, притяжение вот этой энергии денежной. Может, вы знаете, вы можете нам что-то рассказать, поделиться секретом. Красный браслетик, это что-то означает? Их два причём. Да-да-да. Я тоже рассматриваю. Денежный браслетик. Ну, помимо своей исторической деятельности, у меня ювелирный бренд свой, который я создал 16 лет. За свой счёт прошу заметить, потому что, опять же, все думали, что я из богатой семьи, там часто говорили, хотя нет, это всё на своей заработке. Я создал такие чакровые браслеты, но это такая у нас линейка простая, а так на самом деле у нас очень дорогая ювелирка. Тем не менее, вот эта чакра, это Муладхара, это у нас связь с землёй. Вы же понимаете, что мы не просто физически, существа, которые имеют только тело. Мы тонко... У нас есть душа, есть энергетические слои, чакры, есть пространство, с которым мы с вами взаимодействуем. Чакровая система – это то, как мы эту энергию в себе прорабатываем, то есть вырабатываем её. И каждая чакра отвечает за какой-то свой сектор. И вот, например, Муладхара чакра, она отвечает за связь с землёй, и то, сколько мы денежного потока можем в себе удержать. То есть это как стакан, как некая ёмкость, так скажем. А есть денежный центр Манипура. Это то, сколько мы в этот стакан привлекаем. То есть сколько воды сюда затечёт, чтобы наполнить. И вот вопрос, сколько ёмкости у вас есть, чтобы хранить себе денежных средств? Для кого-то ёмкости хватает на 50 тысяч рублей, у кого-то на 500 тысяч рублей, у кого-то на 10 миллионов и так далее. Вот эту ёмкость нужно постоянно расширять. Как она расширяется? Опять же, за счёт расширения вашего ума. То есть насколько вы расширяете диапазон своих внутренних возможностей. То есть во что вы верите, во что вы убеждены и так далее. Вот как, например, к тебе прицепили, что ты сказала про шоколадку. Вот на самом деле женщина, она мужчину должна расширять его ёмкость благодаря тому, что говорит, ты должен заработать больше, потому что я хочу самое лучшее платье и так далее. Ты расширяешь его картинку. Это нормальное явление на самом деле. Я так не говорила бы, что сейчас бы много, чего бы не было. Но это я любя говорила всё. Я говорила, если у нас будет квартира не за 35, а за 45, я тебя буду любить больше. Если у нас квартира будет за 75 тысяч, я буду, ну, понятное дело, это как может быть, ну, это по-доброму всё было. Это, ну, не манипуляция никакая. Это были шутки наши такие. Но его это мотивировало. Ну, это так и есть. С моим отчимом. Ну, а вот как держать деньги? Допустим, у меня, я вот, мне приходят деньги, честно, но я почему-то не могу их держать вот в себе очень много. Вот сколько всего узнаю, мне как-то вот не получается это делать. Почему? На самом деле, нет задачи их удерживать. Ты должна быть потоком, через который деньги текут легко. Тогда они будут тебе приходить больше. То есть, есть один из законов Вселенной, это что отражаешь, что и получаешь. Поэтому себе надо задать вопрос, а что ты отражаешь относительно денег? То есть, чем ты фонишь, так скажем? Какой фон от тебя исходит относительно денег? Если я, например, внутренне отражаю, что моя жизнь сплошное изобилие, но я его и проецирую в жизнь полностью, то зеркало отражается и даёт мне это как материальный ресурс. Если же человек отражает каждую ночь, денег нет, не хватает, не на что есть, я не знаю, на что кормить не моего ребёнка и так далее, то есть, он, соответственно, это отражает в мир, мир ему это возвращает. Соответственно, получается замкнутый круг. Этот замкнутый круг необходимо ломать. То есть, вселенские законы для этого существуют, как законы физики, только есть энергетические законы, и они крайне важны. Вот я заметил, что ты проходила много курсов, и даже потому, что слушал, мне даже показалось, что ты проходила мой, потому что очень много из-за этого было прямо вот оттуда. Я думаю, интересно, как это могло, как это случилось. Люблю просто эту тему, вот, поэтому, да, читала, много всего узнавала. Но вот до сих пор есть всё равно, видно, я, ну, я понимаю свою маленькую такую проблемку, я, вот у меня приходит, приходит, а потом всё равно у меня есть такая боязнь потерять. Потому что один раз я потеряла очень много денег, и лучше как-то потратить этих быстрее, чтобы я их не потеряла. Вот, я сейчас работаю над этим. Может, это тоже какие-то рамки? Ёмкость, дорогая моя, ёмкость, не позволяет удерживать. Но мне, кстати, намного ближе цитата, не цитата, знаешь, аллегория такая, что на самом деле у нас есть два вида представления себе, как мы с деньгами взаимодействуем. Бассейн или кран с водой? Вот бассейн, это скорее про ту ёмкость, про которую Роберт говорит, и мне она видится на самом деле как некая всё равно ограничивающая установка. У кого-то стакан, у кого-то ведро, у кого-то бассейн. Но это то, с чем ты потом как бы идёшь. И чем эта ёмкость больше, тем тебе тяжелее её нести, тяжелее вот эти как раз мысли, а куда я это всё потрачу и так далее, как бы мне не потерять, да, не слить. А можно говорить о том, что деньги, это кран, который действительно как поток вот через меня проходит, и я их сразу правильно умею направить, да, но вот ты спросила, а что делать с тем, когда нужно как-то всё равно, вот, ну, они у тебя не задерживаются, да, а если, например, у тебя задача на что-то собрать всё-таки деньги. И есть ещё и тема того, что как работать вообще, когда у тебя большие денежные потоки, то здесь, правда, нужно учиться с этим работать. очень частая история, когда человек, не имея ничего, выигрывает, например, в лотерею, да, и через там буквально пару месяцев человек оказывается либо с нулём, либо вообще умирает, потому что себя, да, там, губит, истощает и так далее. Я на собственном опыте знаю, что такое, когда у меня там доход практически в 10 раз резко возрос. Я, блин, просто училась, как тратить деньги, как вообще, что с ними делать, потому что большие деньги это действительно, как бы, ну, другой уровень сознания, да. Недавно читала очень интересную книжку Фила Найта, основателя компании Nike, и он тоже рассказывал, когда у него вот так вот компания там вышла на IPO, и появились всё очень большие деньги, они с женой просто прям учились, тоже, как их тратить. Жена носила несколько месяцев с собой пачки денег, просто потому что, ну, никогда не было таких денег, и вот она как бы взрывалась, и такая, да, там, по магазину ходит с этой пачкой денег, и только потом они уже начали тоже сами осознавать, что, ну, надо по-другому к этому относиться, надо понимать, они сейчас уходят там в благотворительность, у них очень много программ, куда они пускают эти деньги, да, то есть вот оно не в ведёрке у них или дома где-то в банке запрятанное, а они поняли, как дальше эти деньги реализовать. То есть денежный поток для меня это про что? Это про то, что ты себе позволяешь, ты своё состояние создаёшь, да, и это уходит дальше другим людям, ты там, тратя на себя, например, на свой дом, на свой ремонт, да, на то, чтобы там где-то вкусно поесть, ты же позволяешь другим людям заработать, и они точно так же, это поток, действительно, то есть он должен быть как круговорот. Я хотела вот спросить, мне кажется, мы все здесь изучаем аффирмацию, наша любимая тема, и аффирмация, она работает во всех вот, да, во всех сферах, и вот условно, чтобы полюбить себя, есть определённые фразы, которые нужно говорить, и ты проговариваешь эти фразы, и ты реально начинаешь любить себя. Есть ли фразы, чтобы получить больше денег? У меня есть любимая цитата в эту тему, я очень часто её говорю и себе, и клиентам, это на самом деле цитата Стива Джобса, работать не надо по 12 часов в сутки, работать надо головой. Она очень ёмкая, очень для меня про то, ну, как деньги приходят? Деньги приходят, когда ты понимаешь, какая деятельность тебе приносит доход. Ну, то есть, очень часто там тоже приводили пример, что много подписчиков, много работает, всё вроде правильно делает, денег нет. так делая то, что не приносит доход, а можно просто разложить свою деятельность и посмотреть, а что из этого приносит доход, и сфокусироваться, да, есть ещё такое правило Паретта, которое говорит о том, что 20% усилий приносит нам 80% результата. То есть, если мы вот прям всю свою деятельность, в течение, не знаю, которая у нас дня или месяца происходит, разложили и посмотрели, вот вы правда поймёте, что всего лишь 20% того, что вы сделали, принесло 80% денег. То есть, прикиньте, вот 80% всего, на что вы там прям убивались, можно было не делать. Вот такая вот как бы мысль, да, не знаю, аффирмация, не аффирмация, я правда часто себе об этом говорю, что, а что сегодня вот эти 20%, что я сделаю, чтобы 80% эффекта было? А вот смотрите, у меня такая вот ситуация, у меня все мои друзья, по сути, мои друзья, мои коллеги, это все люди, с которыми, которые зарабатывают меньше или которым, допустим, да, я там оплачиваю зарплату. И получается так, что это мой круг общения. Дальше я как будто боюсь общаться с людьми, которые там, не то что боюсь, я не общаюсь с людьми, которые намного богаче меня. И тем самым я всегда чувствую то, что как будто я питаю других, но не от кого мне питаться. и получается, что я застреваю на каком-то уровне, а дальше не расту. Но я хочу общаться с этими людьми, потому что всегда говорят, что ты общаешься с теми, с кем ты хочешь общаться и так далее. И поэтому я иногда могу давать какие-то советы, даже когда меня не спрашивают, и мы знаем по первому выпуску, что это не всегда есть хорошо. Но мне хочется, чтобы мои родные люди тоже зарабатывали, чтобы они тоже почувствовали то, что чувствую я. И как у меня получилось с Евой? Потому что Ева пришла 15 лет, девочка маленькая, она ничего не зарабатывала, а сейчас она зарабатывает очень хорошие деньги. Потому что когда-то я хотела, чтобы она тоже это почувствовала. К чему я это? К тому, что как важны знакомства и как важно знать, с кем ты общаешься, и как мне, допустим, выйти в новый уровень и все-таки начать общаться с людьми, которые больше зарабатывают. Но относительно окружения, это очень вообще важная тема, потому что твое окружение формирует тебя. Даже энергетически мы считываем наше окружение и подтягиваемся на тот уровень. Я, например, по себе могу тоже сказать, что в свое время, когда мое окружение было плюс-минус на моем уровне, у меня появились определенные люди, которые там в 10, в 20 раз выше. Я чувствовал внутреннее напряжение, общаясь с ними, потому что я считал, что я недостоин общаться с такими людьми. Потом я проработал данные убеждения, начал с ними общаться и стал общаться намного ближе и чаще. И через год я пришел к их уровню. И сейчас я уже перегнал и их. На самом деле, если ты возьмешь гнилое яблочко и кинешь его к хорошим яблочкам, все станут гнилыми. То есть это важно понимать. Поэтому ты должна понимать, твое окружение, оно несет тебе негатив или позитив? То есть насколько твое окружение негативно? Если негативно, то, к сожалению, безжалостно надо его от себя убирать, потому что оно иначе портит твою жизнь. То есть здесь как бы выживает сильнейший, как говорится. То есть вы все равно должны думать в первую очередь о своей жизни, о своей судьбе. И понимать, что если ты хочешь к чему-то прийти и чего-то достигнуть, ты должна окружить себя сильными людьми вокруг. Потому что рядом с сильными возникают нужные ситуации, нужные люди вокруг. Все формируется легко. Потому что я, например, общаюсь сейчас в очень хороших кругах. У меня все друзья очень стоятельные. И мы, например, сидим просто за чашечкой чая, там чего-нибудь обсуждаем, и тут какие-то классные идеи подкидывают. Слушайте, проект тут новый. И понеслась. Это всегда происходит вот так, между собойчиком и за столом. И все суперклассные проекты, они всегда вот так происходят. Потому что ты до них не дотянешься, если ты в этом кругу не находишься. Это важно понимать. В твоей данной ситуации, судя по тому, что ты рассказывал, мне кажется, ты выступаешь такой мамочкой. Ты всем помогаешь, всех защищаешь. Такая вот вся такая хорошая. Это, конечно, все замечательно. Но и о себе тоже думать параллельно надо. То есть тебе просто надо выделить время на себя любимую, так скажем. Хотя бы немножко. Получается так, что когда я только начинала, у меня было как будто очень много энергии, очень много ресурсов. Я вот так вот давала, давала, и как-то оно все шло. А потом в один момент как будто что-то остановилось, и мне стало очень сложно это уже давать, потому что, видно, сама какая-то моя энергия уже затухла, и я не могу уже давать такую энергию, как раньше давала. Если энергообмена не было взаимного у тебя с этими людьми, то так и произошло. Потому что ты даешь, ты и получать должна. Если ты только даешь, 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 ты донор. А тот, кто берет, 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 он вампир. Если нет взаимообмена нормального энергетического, то все, ты просто теряешь, в итоге ты не какущая. Как это чувствовать? Ну, мне кажется, это элементарно. Ты же это видишь, когда человек с тобой производит взаимообмен энергии. То есть любой осознанный человек это ощущает прекрасно. Я думаю, у тебя нет проблем с осознаванием этого всего. У тебя есть вот этот комплекс отличницы, что ты должна всем помогать. Вот это твоя проблема. Тебе надо её ковырять в себе. С этим разберёшься. Не быть хорошей для всех, так скажем. Но не зря же в нашем мире есть понятие экономия. Экономить. Ну, типа вот, судя по моим родителям, ну, у меня была такая ситуация в семье, что был период нищеты даже, а потом был период изобилия. Прям вообще мой отец имел огромный бизнес. И потом всё стало у него плохо. И опять, короче, всегда вот такой дисбаланс, как бы эмоциональные качели денежные какие-то. Вот. И суть в том, что я не понимаю, вообще нужно забыть про экономию? Или, ну, для чего-то же создалось это понятие. Из нашего разговора следует вывод о том, что, ой, друзья, мы только тратим всё. Ну, то есть экономить нельзя. А это, кажется, про то, что нужно уметь тратить деньги. То, что мы говорили. Не, ну... Возможно, из-за того, что мы не умеем тратить деньги, то в конечном итоге мы остаёмся без денег. Если мы умеем правильно вкладываться, то эти деньги же потом нам принесут ещё больше денег. Я бы ещё попробовала тут рассмотреть этимологию слова, да? Вот вообще экономить, да? Ну да, я вот хочу разобраться в этом. Ну, откуда, да? Вообще экономика, если взять, да, и там почитать ещё и классиков, типа, например, Карла Маркса, то мы можем, да, увидеть, что одно из, ну, там, средств и вообще, ну, там, как это, постулатов экономики – это то, что деньги – они средства накопления. То есть экономить – это такой уже, ну, фразеологизм, который, да, у всех ещё и негативной коннотацией оброс. Типа экономить – это себя постоянно ужимать в чём-то, да? А на самом деле, если ты просто повернёшь это и посмотришь на это то, что ты не ужимаешь себя, а что ты накапливаешь средства на достижение чего-то, да, то есть, ну, например, вот ты не растрачиваешь впустую, ну, там, ходя каждый день куда-то развлекаться, а тебе ты знаешь, что при этом очень хочется купить какую-то вещь, да? Ты понимаешь, что, о, окей, я на три раза в неделю там сокращу свои тусовки, но к концу месяца я смогу себе приобрести то, что я хочу. То есть, моя идея в том, чтобы подумать о том, как, знаешь, по-другому отнестись к вот этой вот вообще самому слову экономить. То есть, я за то, чтобы не экономить, а накапливать. Вот, поэтому вот для меня вот странно копить, вот если честно, я не знаю, что такое копить, но, допустим, моя первая машина, я, вот мне проекты пришли вот так вот сразу, я ее купила, но я не копила, я не знаю, как это вот взять, вот накопить дом, который я мечтаю за 19 миллионов долларов. Честно, в моей голове, я такая думаю, окей, но как я накоплю? Я вот только, вот в моей голове такая установка, только если придет сразу 19 миллионов долларов, или мне подарят его. Вот такое вот, почему? А почему ты не можешь открыть счет и откладывать туда, например, там, сколько это процесс, знания водохода? Я не понимаю, как это, вот видите, просто понимания нету, вот поэтому вопрос. Получается, я могу открыть счет и туда вложить деньги? Ну, смотри, вообще, вообще... Да, Маша! Честно говоря, вот я открыла счет, вот так вот, ну, месяц я продержалась и начала оттуда, оттуда обратно, ну, как это, выводить на, ну, короче, тратить это из этого счета. короче. Знаешь, на самом деле я с тобой полностью согласен, я лично никогда не коплю. Я покупаю все вот так разом, все совершенно, все свое имущество я покупаю вот такими скачками, то есть, сделать какой-то счет, накапливать, у меня были такие времена, я пытался там что-то копить, ничего, конечно же, я так не смог скопить, даже я начинал оттуда вытягивать. Покупал я именно большими кушами сразу, но благодаря чему? Благодаря тому, что экономия в моем, в моем понимании, это вообще страшная вещь, никакое слово экономии в жизни быть не должно, потому что экономия это некое ограничение твоего денежного потока в жизни, то есть, когда мы экономим, мы начинаем считать и ограничивать себя, но это не значит, что надо вот так вот деньгами трясти, то есть, это тоже неверно, но вы не должны сходить с ума от того, что высчитывать до копейки, что вот как бы, чтобы мне купить эту цель, мне нужно там, не знаю, не пить кофе по утрам там 10 лет. Был такой курс, возьми, начерти свою квартиру, расчерти на квадратики, знай, вот здесь каждый месяц должен вот, ну мне кажется, это как-то мелочно, думать об том, как по каждому квадратику, там мне по 200 тысяч, допустим, каждый месяц откладывать, если я могу сразу понять, что да, эта квартира стоит 40 миллионов и думать о том, как заработать 40 миллионов, ну допустим, 20-20, ну вот, вот у меня так мышление работает. Смотри, можно сделать вообще классную практику, самая простая и эффективная. Визуализацию все знают, я думаю, что как бы тема визуализации очень распространенная, понятная для всех людей. Вот у тебя есть точка, откуда ты начинаешь свое путешествие. Вот каждый из вас это в некой точке находится. Есть понятие точки Б, куда вы хотите прийти. Вот эта точка Б, она должна быть настолько осязаема и видна вам, то есть вот у тебя, например, этот дом за сколько миллионов, ты говорила? 40. 19 миллионов долларов. Красивый дом, по-любому. Вот теперь вот закрой глаза и представь, что ты этот дом видишь, ты ходишь ногами по земле, по траве, ты заходишь в этот дом, снимаешь обувь, ты чувствуешь, как ты это все делаешь. Ты там садишься на свой диван или прыгаешь в свою кровать, то есть ты ощущаешь прикосновение к предметам. Ты слышишь звуки, которые происходят у тебя в этой всей картинке, ты чувствуешь запах, не знаю, еды или запах прекрасного парфюма, который у тебя в этом доме и так далее. То есть включаешь все пять органов чувств. И делаешь ты это каждый день перед сном. Вот как сегодня вы говорили, утро и ночь это время самое интересное. Почему? Потому что это некое трансовое состояние. Когда мы просыпаемся, мы еще в таком полудреме, мы в трансе. И перед тем, как уснуть, у нас сознание выключается, и у нас происходит некое такое трансовое состояние. Почему в это время классно визуализировать? Но визуализации не просто картинку представить, а включить в себя пять органов. Тогда ваш мозг понимает, к какой точке B он должен прийти. С точки A к точке B. Это как в навигаторе. Вы вбиваете в навигаторе цель, и все, вы начинаете четко двигаться по этому навигатору. Потому что иначе как происходит? Если у тебя нет навигатора, то есть нет понятия точки B, вы как бы, как я своему одному клиенту говорю, вот смотри, ты ищешь Роберта. Вот ты знаешь, что где-то там Роберт, и вот его и ищешь, и ты ходишь и ищешь его по городу. Ты его так не найдешь, тебе нужно адрес вбить. Адрес, ты берешь свой навигатор. Адрес, это вот эти пять органов чувств, которые вы включаете. Это и есть адрес, конкретную точку. Тогда вы четко начинаете двигаться относительно цели, достигать ее. И на самом деле здесь и происходят чудеса, так называемые. Потому что я лично все это на своем личном опыте реализовал, потому что все, что у меня в жизни произошло, это все в некотором смысле чудо, магия, психология. Это все работает тонкий план, потому что тонкий план это то, что доступно каждому человеку, что каждый может это реализовать. И для этого не нужно там было какими-то суперспособностями. Есть элементарные техники, как вот, например, визуализация, но с пяти органами чувств. Очень часто у меня у клиентов происходит, приходят и говорят, слушай, все визуализировал. Точка Б, вот прям я вижу, слышу, чувствую, осизаю, ни хрена не делаю. Да? Почему так происходит? Объясню. Точка Б, когда мы ее визуализируем, правда, вот все, что Роберт обозначил, это крайне важно прочувствовать. В этот момент происходит наша ассоциация, то есть мы себя полностью прям ассоциировали с тем, чем мы вот хотим обладать, кем мы хотим стать. И даже вплоть до того, чем это плохо остаться вот в этом состоянии. Тем, что нам кажется, что у нас уже все есть. А с реальностью это никак не соотносится, у нас этого пока нету. Но состояние, в которое мы вошли, очень важно в него войти. Почему? Потому что его нужно прочувствовать, оно будет как раз той самой мотивирующей историей. Но после того, как вы это сделали, нужно сделать диссоциацию. Что это значит? Вам нужно осознать, вернуться в реальности, и понять, что так сейчас пока что у меня этого нету. И вот тогда у вас есть возможность нормально простроить план шагов. А как я могу теперь прийти? Я знаю, что я этого хочу. Я ассоциировался, там очень здорово. Я хочу действительно туда. Если вы каждый день будете начинать с этого день, это действительно классно, потому что это состояние, оно вас будет мотивировать. Но если не будет диссоциации, вы не будете действовать. А действие это именно то, что нас приводит к этой точке Б. То есть мы маршрут построили, а машину, мотор не завели. И как мы тогда доедем в точку Б? Важно только своим сознанием не уточнять, как именно ты должен прийти к этой цели. Потому что так вы точно не придёте к ней. Потому что если вы начнёте говорить пространство, так, ну, дорогое пространство, ты должно дать мне вот это таким-то способом, оно тебе скажет, нет, дорогая, это не подойдёт. Я тебе дам вот этим способом, потому что это так проще. А ты говоришь, нет, я хочу этим. То есть вы таким образом ограничиваете пространство. Поэтому жить в потоке, это когда ты просто идёшь и двигаешься относительно того, куда зовёт тебя твоё сердце. И оно тебя выведет в самое правильное место. А вот говорят же ещё, чтобы быстрее и проще притянуть деньги, нужно знать, на что ты будешь их тратить. То есть знать, например, какую вещь, сколько она стоит. Или, например, если ты хочешь путешествовать, знать, в какую страну ты хочешь, сколько тебе нужен на отель, на комфортное проживание и так далее. Можно так, а можно просто знать, что ты хочешь. Да, что вот, ну, я вот это хочу. Ну, часто бывает эфемерно, мы знаем, чего там мы хотим. Часто говорят человек, я хочу яхту, частный самолёт, ещё что-то. При этом, хочу заработать миллион рублей в месяц. Я говорю, так, давайте посчитаем. Что-то здесь не соотносится. Что ты на этот один миллион кубик, где там яхта, где там частный самолёт, ты знаешь, сколько стоит частный самолёт? Даже просто полететь на частном самолёте, сняв себе кресло, там, как бы, нужно всё равно немножко понимать то, чего ты там хочешь, сколько примерно это вообще стоит. То есть, сколько стоит эта жизнь, твоей там, мечты, так скажем. её можно посчитать, хотя бы плюс-минус. Тогда твоему сознанию будет проще реализовать это. Потому что иначе это просто эфемерные картинки могут получиться. Это, кстати, очень интересно, потому что машина моей мечты стоит вроде бы 9, 7, около 7, 9-9 лямов, но я никогда не считала, сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы достичь этой цели. Ну, либо вот так вот, конечно, но вот я хочу себе ламборгини, и я реально думаю, то, что не буду я на неё откладывать, а мне вот так тоже придёт. Ну, типа, я не хочу. А спросите, а зачем тебе ламборгини? Для начала спросите, задай вопрос. Для эстетического удовольствия. Ты уверена? Только для этого? Да, для меня это просто какая-то галочка. То есть, я такая всегда, боже, я когда вижу ламборгини, у меня просто... Ты водишь умеете? Нет. Вот я хотела спросить, водить. Ну вот, мне тоже не умеет водить, хочу машину. Кто-то говорил, что зачем тебе машина, если ты не умеешь водить? Она такая, просто чтобы около ней фото. Просто чтобы стояла рядом, да? Нет, знаете, есть Cardi B, и ей муж подарил тоже какую-то машину офигенную, и у неё тоже спросили, а ты водить умеешь? Она говорит, нет, но у меня есть человек, который водит машину, поэтому я думаю, в этом нет проблемы. У нас в команде, вот у Маши, у Евы, у Тима и у Германа есть машина, и когда я... На самом деле, я не живу мечтами приобрести машину, это как просто желание, там, в жизни купить себе классную машину, есть, присутствует. Но вот когда я нахожусь просто рядом с ними, я вижу, какие у них классные тачки, у меня просто тоже возникает желание купить себе машину, и у меня в какой-то момент прям очень сильное вот это желание, знаете, когда внутри прям всё вот так вот кипишит. Я хочу себе машину, но потом я думаю, нахрена мне сейчас машина, я даже, типа, я крашусь в такси, я не успеваю там просто насладиться поездкой, а машина мне сейчас точно не нужна, и это как будто на данный момент для меня бессмысленная какая-то цель, и ставить её, это тоже как-то бессмысленно, но как бы эта цель присутствует, но она не нужна мне сейчас в данной жизни. И вот как, как различать, что тебе реально сейчас нужно, а что тебе не нужно, потому что когда, потому что, чтобы заработать деньги, ты же должен поставить себе цель какую-то точную. Быть честным самим собой, я не знаю. Ну да, это звучит как то, что ты пытаешься понять, где мои цели, а где навязанные, да, цели, есть очень прикольный тест, я его называю китайский тест, а нахуа, да, ты задаёшь себе вопрос, а мне это зачем? И задаёшь себе его столько раз, пока ты не находишь действительно ответа, который тебя, знаешь, прям вот успокаивает. Ну то есть, вот я куплю себе машину, зачем? Что она мне даст? Да, вот ты себе там, например, отвечаешь, я буду ей любоваться, окей, что тебе даст то, что ты будешь любоваться этой машиной, что это будет? Самоутверждаться буду. Самоутверждаться, так, а что тебе даст, что ты будешь самоутверждаться? И на самом деле, на самом деле, смотри, тут, когда ты задаёшь себе эти вопросы, очень круто вскрываются как раз какие-то установки и зона роста. Мне нужно самоутверждаться, зачем? Что? У меня есть мысль, что что-то... Да и другим, что типа я говорила, я достигла этого. Тебе кто-то внушил, что ты чего-то не можешь достичь? Или как бы... Ну да. То есть кто внушил? Ну родители. Ну не то, что родители. Ты пытаешься родителям доказать, старому окружению доказать. Я хочу тебе доказать в первую очередь. И что тебе это даст? Ну не знаю. Это сразу вопрос. Ну да, счастье. Вот вопрос. Даст ли, да, ощущение счастья? То есть смотри, ты что-то делаешь ради того, чтобы кому-то что-то доказать? Так мы живём ради чего? Мы живём ради того, чтобы испытывать счастье, испытывать удовольствие. Смотри, вот можно жить ради того, чтобы кому-то что-то доказать, а можно, чтобы испытывать удовольствие. Это есть анекдот в эту тему, когда сидит чувак под пальмой, да, такой просто расслабленный сидит. К нему подходит второй и говорит, слушай, ты что просто так сидишь? Он говорит, ну а что? Ну вон смотри, у тебя кокосы. Сорви кокос, иди продай. Он такой, Он такой, ну зачем? Ну как, ну ты продашь, получишь денег, ну хорошо, и что? Ну потом ты ещё продашь, ещё получишь денег, ну и чего? Ну потом ты много будешь зарабатывать, у тебя будут компании по всему миру, ты будешь экспортировать, он такой, ну и чего? Ну а потом ты сможешь расслабиться, сесть под пальмой и отдыхать. Он говорит, чувак, я уже сижу под пальмой и отдыхаю. Понимаешь? То есть как бы это, в общем, к тому, что хорошо бы понимать и правда осознавать, зачем ты что-то делаешь. Даже если ты хочешь кому-то что-то доказать, то это должно быть осознанно. Маша, зачем тебе квартира за 19, дом за 19 миллионов, чтобы кайфовать? Нет, смотри, Эльза, ты знаешь, что я тебя безумно люблю, очень сильно. И я тебя люблю уже с 2017 года. И я почему поднимаю с тобой тему, потому что я правда хочу, чтобы ты убрала какие-то усыновки из своей головы. Потому что произошла такая ситуация. Ева хотела, ну, там, корвет. Короче, да, просто такая тема, что я помню, что Эльза хотела себе определенную машину, там, корвет. И я не знала об этом. Я тогда не особо разобралась в машинах и так далее. Потом я начала изучать, потому что я захотелась купить вторую машину. И мне понравился корвет. И я говорю, ну, на доску желание появится на себе фотографию этой машины. И мы с Эльзой такие, о, у нас одинаковая машина, мы одинаковые машины хотим. И потом Эльза резко заходила в ламборгини. Ну, то есть ты как будто просто поменяла, чтобы не было одинаково. Хотя нет в этом ничего такого, чтобы хотела... У меня ламборгини на доске. У меня вообще такого не было, если что. Я говорю, у меня ламборгини на доске. Типа, корвет у меня тоже было такое желание, потому что я видела у какой-то... Ой, я забыла, как её зовут. Блогерша американская. Типа, мне корвет реально тоже нравится, но я всегда хотела себе ламборгини. У меня даже, типа, игрушечная маленькая ламборгини. Да, мне кажется, Эльза... Я всегда про ламборгини говорила. Поживина хотела ламборгини. Нет, я с Алишей ещё давно, очень с декабря мы говорили про ламборгини. Корвет у меня был, типа, ну, недели две, наверное. Просто я хочу, чтобы ты поняла реально свои мечты, искренне. Дом за 19 миллионов, смотрите, я себе захотела его в 2016 году. Я на холодильник повесила себе его. После этого через год я снимаю дом... Ну, до этого у меня квартира 75 тысяч рублей. Я снимаю дом за 300 тысяч. Ну, это для меня это было на тот момент очень такая большая уже сумма. И я понимаю, что дом похож на ту мою мечту, которую я хочу в Америке купить этот дом. Понимаете? Причём я уже, по сути, постепенно понимаю, как это в доме жить. Потому что до этого я никогда в домах таких красивых не жила. И вот постепенно я иду к этой мечте. Или, допустим, вот мы приехали в Америку, встретили Амирана, а он тут снял дом себе, ну, по сути, похоже, как мне бы хотелось. И я уже прочувствовала, как это иметь реально дом в Америке. Когда у тебя вид такой красивый. У меня ещё есть такое, что я хочу вид, чтобы Голливуд было видно. Понимаете? Вот я понимаю, что у меня есть эта мечта, и постепенно я даже прикасаюсь к этой мечте через других людей. Да, ты всё узнаёшь. Да, просто, допустим... Ты хочешь ламборгини? Вот вчера я каталась на ламборгине. Ты мне ни разу не написала, что вот, а можешь фоткать, а можешь показать и так далее. Если честно... Я позвонила там Тиму, Даню, потому что я знаю, что им это нравится. Ты мне даже не написала... А знаешь, почему я не написала? Из-за другой ситуации. Из-за другой ситуации не написала кое-какой. Вообще, на секунду хотела сказать, что на самом деле, наверное, я даже не знаю, какую хочу машину, если честно. Иногда я даже ламборгини не хочу. Потому что ты это признаёшь. Обожаю тебя за это. Поэтому ты должна реально понять, что ты хочешь от жизни. И тогда ты будешь идти к мечтам. Что такое денежная энергия? Вот для чего мы здесь собрались, друзья. Вы уже расскажете нам, как вы это поняли. Конкретно, что это, как её удержать, есть ли какие-то законы, чтобы эта денежная энергия всегда оставалась вот здесь. Ну, для начала представьте себе, вот есть такое понятие, как денежный эгрегор. Собъясню. Когда-то денег не существовало. Потом они появились в виде некого обмена, там, сахарная, я не знаю, на муку, муку, там, ещё на что-либо, то есть некий взаимообмен. Потом появились ракушечки, потом ещё что-то, и потом, может, золотые и серебряные монеты, и дальше это превратилось в некие купюры. За всем этим стоит некая структура, называемая эгрегорами. Эгрегор – это скопление энергии тысяч, сотен тысяч людей, которые думают об одной и той же задаче, то есть как бы некий такой источник. И вот все люди, они к этому эгрегору, условно говоря, подключены. То есть отсюда идёт денежный канал тот самый, о котором, я думаю, вы слышали когда-либо. Некое понятие денежный канал, по которому течёт денежная энергия. Вот этот эгрегор, эта структура, она эту денежную энергию человеку даёт. То есть мы её так получаем и, соответственно, с ней взаимодействуем в нашем материальном мире. Но для этого надо с этим денежным эгрегором быть в хороших отношениях. Как это делается? Это как вот мы должны любить деньги, как своего любимого-любимую. Вот это, по сути, то, как вы к этой структуре относитесь. У меня, например, есть практика письма денежной энергии. Или денежному эгрегору можете, как хотите это называть. Вот вы берёте, не знаю, два листа, четыре, садитесь вечером, так немножко подышите, чтобы немного успокоить, чтобы сознание чуть-чуть, знаете, вошло в такое лёгкое трансовое состояние, и пишите «Моя дорогая денежная энергия, я очень по тебе скучаю, ты давно ко мне не заглядывала», ну и так далее. Вы это описываете, и из вас сначала вы будете что-то там писать, думать, блин, что за фигня. А главное же верить ещё в это. Вот не надо верить. Пиши, как будто ты пишешь реальному человеку письмо. Вот как ты пишешь email там. А денежная энергия или денежный эгрегор? Можешь это писать и так, и так, это одно и то же, по сути. Можешь писать денежной энергии, своей дорогой денежной энергии. Как будто ты пишешь любимому человеку, или любимой подруге, или другу, или там, не знаю, отцу. То есть как ты воспринимаешь эту денежную энергию? Кто он для тебя? Отец, друг, любимый? Неважно. Это у каждого своё. Кто-то его воспринимает как своего друга, кто-то как любимого, кто-то как партнёра и так далее. И вот ты пишешь это письмо как реальному человеку. То есть не просто там какую-то ерунду, а ты реально пишешь свои ощущения, что ты меня бросил, ты давно не посещаешь меня, например. А денежная энергия не обидится, что я... Ты высказываешь свои ощущения. Ты пишешь ему письмо как реальному человеку. Но ты хочешь помириться с человеком. Ты же ему напишешь какое-то письмо. Вот какое ты ему напишешь письмо, чтобы как бы помириться? Твоя цель-то помириться. Вот ты, исходя из этого, пишешь письмо, пишешь шесть дней подряд. На шестой день у тебя произойдут такие инсайты, что ты просто удивишься. Это уже проверено на очень огромном просто количестве людей. Потому как в процессе этих написания данных писем происходит внутренняя трансформация. Ты начинаешь понимать, а что на самом деле тебя ограничивало относительно денег. А что тебе мешает внутри, а что у тебя действительно с ними. В итоге уже к шестому письму ты будешь писать, как ты её безумно любишь, как ты с ней вообще счастлива соприкасаться и так далее. Есть вторая техника, тоже очень крутая. Ты пишешь объяснительную вселенной, почему ты не в 10 раз богаче. Пишешь, дорогая вселенная, объясняюсь тебе, почему я до сих пор не в 10 раз богаче. Ну, наверное, потому что я ленивая. Я недостаточно много уделяю времени своей работе. Блин, офигеть. И вот ты описываешь свои внутренние... Свои, только свои. У тебя выйдет столько внутренних ограничителей, что тебе потом работы на год хватит, чтобы с собой поработать, трансформироваться. Но если ты трансформируешь, твоя жизнь изменится просто в одночасье. Когда ты трансформируешь это всё, меняется вся картинка реальности. Потому что, когда мы пишем, я, допустим, иногда пишу дневник, ну, утром просто дневник. Там тоже дорогая вселенная, я там то-то-то, у меня там какие-то, возможно, проблемы туда-сюда. И пишу вот прям два таких вот листа. И знаете, сколько у меня инсайтов происходит? Я это начала делать снова здесь, в Америке. И это мне так помогает писать всё, что у меня вот здесь в душе. Потому что мы в основном что делаем? Так, у нас что-то здесь внутри, мы пойдём подруге, скажем ещё кому-то. Или сами будем внутри это всё держать. Но когда мы это пишем на бумагу, столько идей приходит в голову. Я просто, я даже не знаю уже, как с этими идеями жить дальше. Как можно покорить мир и как заработать много денег? Столько всего. Инсайты, они реально происходят, когда мы будем писать денежные энергии, вселенной. Всё, что нас волнует, это правда. Это правда работает. Есть ещё одна классная техника в продолжении того, что Роберт рассказал. Я с ней работаю, когда нужно выявить ограничивающие установки, убеждения. И твоё, собственно, отношение к теме денег. Можно вот у вас вообще, мне кажется, очень удобно зайдёт, в общем, выбрать себе партнёра, напарника, который поможет в этом во всём. И вы даёте там, ну, два человека, один играет роль денег. Причём можно сначала просто денег, а потом можно, например, прям роль больших денег. Ну, там, для каждого это своя какая-то сумма. И вы делаете молчаливую такую практику, когда вы просто там встаёте, да, друг напротив друга и договариваетесь в течение трёх минут как-то взаимодействовать. Вообще, ну, не ограничивайте себя. Просто что-то будет происходить. И вот после того, как эти три минуты заканчиваются, вы начинаете сначала осознавать свои мысли, что с вами происходило, как вы относились к этой фигуре денег, да. А потом человек даёт вам обратную связь, что, слушай, пока эти три минуты были, я чувствовал то-то, то-то и то-то. Что часто бывает? Что скрывается? Например, фигура больших денег даёт обратную связь человеку. Слушай, я вообще не хотел к тебе подходить. Мне так уйти от тебя хотелось. Вот я прям смотрела на тебя, и вот я чувствую, я тебе не нужен, да. И тут у человека просто его вскрывают большие деньги, говорят ему, что они не нужны, да. Они чувствуют свою ненужность, да. Или человек такой сам говорит, я так боялся к тебе подойти. То есть человек боится подойти к большим деньгам. И это просто вскрывают реальные установки, которые существуют у человека, в которые дальше уже можно идти и их прорабатывать. В общем, очень интересная такая штука. Если вот попробуете, можно прям потом посмотреть, у кого что и с чем можно поработать. Я ещё хотела сказать, что было бы очень круто, Роберт, разыграть твой браслет среди наших подписчиков. Ну, так как у нас сегодня денежная тема, мы говорим сегодня о деньгах, поэтому мы будем разыгрывать манипуру, такой жёлтого цвета. Это красная, но она похожая. Она у нас центр влияния, центр получения денег, ресурсов. Она классная, поэтому там условия, я так понимаю, чтобы пусть напишут свои ощущения, почему они хотят обладать именно этим браслетом под данным видео. Я думаю, да, так будет лучше всего. И пусть этот браслет достанется именно тому, кому он действительно нужен, в первую очередь. Либо вы можете написать, для чего вам нужна... Денежная энергия. Денежная энергия. Третья очередь. А ещё, конечно, давайте попробуем вот эти три способа, которые рассказали нам эксперты. Я буду сама пробовать. Да, это первое – писать письмо денежной энергии. Второе. Второе – это писать объяснительную вселенной, почему ты до сих пор не зарабатываешь 150 миллионов долларов. И третье – взять человека, и там кто-то из вас будет... Большими деньгами. Большими деньгами, а кто-то маленькими деньгами. Нет, кто-то будет просто личностью. А ты просто ты. Ты сам по себе. Как ты взаимодействуешь с большими деньгами. Можно начать просто с денег, а потом с большими деньгами. Всё почувствует разницу, кстати. Кстати, почувствует разницу, это уже время лучше всего. Да, это будет интересно, да, почувствует разницу. Энергия, правда, взаимодействия, вот это мы же энергетически чувствуем друг друга, оно будет меняться. А просто вот тишина, три минуты. Вообще молчишь, три минуты, можно смотреть в друг друга глаза, можно, если будет желание, знаешь, бывает по-разному, бывает желание, правда, уйти, бывает желание обнять человека, то есть просто молчаливая практика, чувствуешь. Вот, а как вообще, вот мы сегодня столько много общаемся по денежной энергии, но вы даже не знаете, что среди нас сидит человек, у кого, ну, как бы, просто изобилие, ну, как бы, у неё много денег, она королева, у неё королевство. Она так тихо сидит у Даши. Как тебе вообще вот наши инсайты? Ты всё это делаешь, или у тебя это с рождения Даши в Токеме? Ну, я, типа, я не знаю. Ну, каков этот замок строит? Да, у Даши, если что, замок есть. Это не шутка. Ну, да, у меня реально, типа, так получилось то, что у меня всё было из детства. Даши, не скромнитесь. А сейчас я не, ну, стараюсь не зависеть от своей семьи, но мне это довольно тяжело даётся. Вот. И я думаю, то, что это немного из-за того, что у меня всегда всё было, и как бы, я всегда думаю, ну, ничего страшного, они помогут. Очень рада была с вами пообщаться, я бы ещё с вами общалась, честно, очень долго. Взаимно. Спасибо, да. Очень приятно. Правда, очень классный диалог. Прям, прям здорово. Надеюсь, после этого выпуска мы все станем богатыми. Я обязательно их отложила. Прямо всем показать, что у меня очень много денег. А почему ты, вот представляешь, вот я тебя их залюблю, я бы тебя так швырнула бы. Я хочу поделиться со всей вселенной, со всеми. Неправда. Я могу даже вот так вот делать. Деньги от бумага. Это плохо. Ну что же, друзья, я надеюсь, что это был достаточно информативный выпуск для вас. Надеюсь, что после этого выпуска мы все станем богатыми и счастливыми. Хотя мы и так богатые и счастливые, но станем ещё богаче и счастливее. С вами были мы. Всем спасибо огромное за просмотр. Спасибо. Пока-пока. Всем пока. Спасибо. Спасибо.